Продолжение следует... 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 Так, попрошу, телефончик сюда, Евгений, варенцы, понимаешь? Я не варю, я не варю, я не варю, я не варю. Так, ну а что, ну ладно, это было, ну ладно, смоги, ну так я подвеку, а? Вообще, да, хоть 7, елки-палку, давай, 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 что такое? Да, да, ну что, мало, мало, чем у нас не утипу, на самом деле. Это три, а можно? Да, 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 все, телефончик, телефончик, все, полосу поет. Я иду начинать новую жизнь, прощаюсь, друзья. И я все за ним, телефончик с ее. Иногда не пресняю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Помогут и... Ну, вот так, вот так, вот так. А вот, вот, вот ничего. Значит, вот что, вот, в руках у меня тут бумага. Это непростая бумага. На той стороне этой бумаги написаны, не то, что вы подумали, а, вот, они написаны труды господина Порнива. Полный вид, они здесь есть. Вот там, вот, не даже показаны после утра. И продаются даже там. Ну, вот, можно, например, смотреть на весь структуры сезонфренического дискурса, гандинского кара, кара-караба. Ну, так, ну, все, так, кара-караба, одним словом. Так вот, я через секунду положу эту бумагу вот сюда, на этот стол. А для чего? А для того, чтобы вы писали записки, и чтобы тем самым, как бы вы устроили са, например, господина Порнива, представьте, на одной стороне вы, на другой стороне он. Вот, под которым у вас лучшие записки, а лучше запас, как человек будет, бачеря. Вот, вот, если накладываю, опять, ну, конечно, так. Так, да, вот, на той стороне писать, а сейчас наш программ непримерно продолжится, да? Сочи, мы продолжим. Да, просто она, как я сказал, на обзоре, вы обратите внимание, что нарисована на обзоре, и нарисована, где нарисована, где нарисована, где нарисована? Агрессивно, наверное. Нет, да, мы, чтобы не надо, ну, давайте вот так вот, если, вот, смотрите. А, не замечаете, сходность какую-то? Давай, давай, рассадимся к модели. Вот это, да, вот это, когда-то, как бы я. А, а, а? Ну, то есть, я говори сейчас, но, да, немного другой. А вот это? Есть, я в Сергею. Ещё есть, да. А, а вот это, вот это, вот это клокок, вот это порки. А вот это? А вот на нас, собственно, еще на корм все просто знали, по корме. Собственно, сейчас к ней, прерывая. Так, Ислан. Ну, так и кого бегать-то. Ну, 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 кому-то, у него можно и слышно говорить. Ну, ладно. Без того, предыдущего. Так, продолжает наш веселый открытий. Напоминаю еще раз, что сегодня вечер премьер. Вы увидите новый образ, новую песню, новую паузу, новое стихотворение. И сейчас поэр, пауз, йога, кстати говоря, личность многогранная, многосторонняя. Александр К. Павлов. Вам исполнил его песню. Аплодисменты. 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 Ну, как у вас тут. Слышно? Аплодисменты. Аплодисменты. Здравствуйте. Ну, я, наверное, спою две песни. Одну, так сказать, не новую, а вторая песня будет ее первое исполнение. Здесь именно. Так что вот чистейшая презентация. Все, можно на смерть. Мы сидели и пили сухое кино. И горели дорог иностранных держав. А по телеку гнали плохое кино. Из которого ясно, что мертвый и брат. Мы бросали друг в друг пустые слова. Закрывали глаза, но не видели слов. И вставала нежна, загоренья трава. Прорастая на свет сквозь островый основ. Тот, так, мере, тое. В радости и горе. Думая о море, помни о земле. Нам хотелось летать и ступить на карниз. Мы шагали бесстрашно на открытый простор. Только вон не летели, а падали вниз. И всего лишь со стула на мягкий ковер. И смеясь без вода, какие дела. И все тоже кино, но в стаканах вино. Эх, когда бы дорога нас дать позвала. Да ведь то, куда что, не пойдем все равно. Думая о море, помни о земле. Нам всего лишь за сорок. Но это предел, за которым усталость Дает умный рост. Мы пока еще живы, но кто там успел На повинках своих прожитать первый тост. И шагнуть зачеркнуть, где ни слов, ни стрекоз. Ни плохого вина, ни сухого вина. Пусть на полных барах наш летит паровон. И пусть станет при ним из границах стена. Пусть на полных барах наш летит паровон. Думая твоя по море, Думая по земле, Думая по море, Думая по море, Что вы думаете, очки надел, Не якут, да, не якут, Примутягин, И не уподоблен этой широкоглазой сволочи. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Итак, я прошу подняться на сцену Андрея Щукина. Да, Андрея Щукина. Субтитры создавал DimaTorzok Орел. Вадиме Бержевского нет никаких должностей звания. Вот Орел. Давайте, Вадим. Все, да. Костяная, так и пригласить на села Андрея Флема. Но не наблюдает Андрея Флема. Не наблюдает, да? Вот тогда я, кстати, поставлю Вену Варню. Так, пожалуйста. Пожалуйста, Вена Варня. Ваш рунат вернит. Ваш рунат в Варене лист на Ленина Комакова. Ну и что, у меня есть еще один лимит. И кто хочет вызывать начинок Макова? Ну да, руки, руки. Давайте, пожалуйста, выдержка. Да. Вынимаем свои места. Ну что, собственно говоря, я думаю, что Артем Славович, нет Макова с Быкра? Да, что я вам приглашаю присяду там. 12. Так, 6. У Москвы уже приглашаю 2 раза. А? 6, чтобы не было. Так, ну что. Ну что, теперь, соответственно, те, кто активный к Владимиру Комакова занимают позицию как минимум нейтрально. Нет, если у него у нас есть, ему есть работа на самом деле. Да. Да, конечно. Ну нет, давайте. Командир. Тут доктор сидит у логических наук. У нас нет такого, да? Да. Нет такого, да. Все, все. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте. Дальше. Так, может быть тогда доцент или как, я так хочу для вас. Да вообще, хотите, есть вообще, я замок на этой команде, наверное, наверное. Дальше. Да. Дальше. Да, арабаху, сюда. Дальше. , тут вот, вывод. У помните, это, где-то и с нашими фамилией, сюда. Нет. Вот не ждет. Так, все. Ну, еще хотела бы мыть. Не, подождите. А, если у меня это будет ровная. Ро... Так, ровно. Он, 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 он сюда еще. Так, ну что, пункт, еще. Да, вот, давайте так. Старшину надо присять. Вообще ничего, не слышу, все. Начинаем, начинаем. Внимание, вести подсудила. Да, все у вас. Аплодисменты на взрывы с полногами. У-у-у. Зовите свою меру на сцене. Нет. Правда. Далеко его не надо. Так, ну, начнем мы, наверное, с позиции стороны обвинения. Где прокурор? Такой бесноватый, страшный прокурор. Прошу на сцену. Ага, Евгений Берсенёв сегодня у нас прокурор. Вот. Так, сударь, Никакова. Итак, 90 слов против Владимира Токмакова. Ну, что, обвинять безнравственности Токмакова, это вчерашний день, бессмысленно. Наш мир безнравственен. А вот, обвинять его в таком, как бы, ретро-парходе, это да. Я, дело в том, что, сразу поясню, был удивлен, когда меня прикинули тут за обвинение, когда, в общем-то... Я, дело в том, что, я могу сказать, что, я могу сказать, что роман Токмакова мало того, что он поверденностен, мало того, что он отражает взгляды середины начала 90-х. Он потерял свою актуальность и, собственно говоря, как сказать, в данный момент не отражает ничего, кроме личных, интеллектуальных и испражнений автора. Вы хотите противскую, против выражений, другому выражает, выражает, да. Почему же? Первым так, ну, дайте, дайте мне слова. Папа, пройдет, мой прадед. Да, ну, куда мы зайдем с такими судьями. Где незавидимостью, да? Где вообще справедливость? А какой ты справедливости говоришь? Справедливость, да, здесь, это на полном справедливости. В наше время никакой справедливости. Я хочу сказать, что в этом полном справедливости, вот, да, да, вот, такова наша прокуратура. Так, прекратите, я не спорю. И таков наш судья. Все, меня не высказался? Да. Мы для об этом. Уважаемые присутствующие, уважаемые, грязные. Я хотел бы почитать вам для объективности, как бы две стороны, я осмелился сделать краткий конспект Роман Владимир Владимирович Маклонов. Корректор, последующего произведения на этот конспект. Сначала я выполнил свою работу, у меня работа в СОО, залезать на реку, который сказал, ровно ничего, кроме личного исправления. Цитата. Так вот, и так представим воображаемые обвинения, не на этом суде, а на высшем суде истории, литературы. Так, метафон не выносите, когда я закончу. Итак, вот обвинения. Конспект Роман Владимирович Маклонов. 90 слов года. 13-летняя распадушка. Стрихтизерша с полной обнаженкой. На наших изюрах Маклонов. Доргене Клова. Могли под сосины. Лизбийские вдоль натурку. Воняющий собачьи на фокургон. Полный отзар. Грамотом толпился, что погиблило, исключило и люди заварило. Линч торч-кончил. Доргене, конечно, отраз длин. У них его запасы, как кровавые стопы, и находился на племотах, и стал шершен шарятся африканские теры. Прикрутную елку или наступительную дубку. Проблемы с эрекцией. Разнообразные отмерсти в теле некого существа. Безопасность, жительные гости. Большой волосатый язык. Убийца чудесный. Между крепкими печенью и ежедневной цены. Коленок в банк, живот и лицо. Интоксикация. Из племени от морозков, мутанков, прыжек под черным солнцем. Свободы. И что же вы ответили на это? На это задные вопросы. Ответили те же длинно со словами, которые взялись того же романа. Любовь. Линия жизни. Преданный хорошо вам здоровый человек. Белые птицы было больше, что телефонные недоплатные хитры. Читатели, прежде всего, не тратить время на чтение дарвара. Мягкая. Мягкая треба на самом деле. Могу подачиваться не в Дарвовске, помянутые. Могу в леди. Я требую. А для своего подачиваться 90 поцелуев. Под каждую присутствующую здесь. Я думал, что это более редкое удовольствие, специально для него. Ну что ж, приятное место. Давайте быстрее. Как тонко подвел боку. Так макова. Приятное, давайте. А теперь слово. Нет, обвиняем. Можно я с тихами? Да, попробуем. Пока присядные совещаются, я прочитаю свою защиту, свой любимый верлибор. Так, живой. Спасибо вам. Спасибо вам. Мне снилось, что я стал кинотеатром. И что-то там испортилось внутри. Все фильмы перепутали себе место. Смешной коллегией французской зарядили. Фильм про безумного поэта-модерниста. Он представлял себя кинотеатром. Без сладких. Он был велик и счастлив на земле. Искусство свято. Кто-то его не делал. Искусство есть искусство. Ставим точку. А жизнь есть жизнь. И в этом месте надо. Как было сказано. Поставить на лодочки. Мне снилось, что я стал консервной банкой. И что-то там в себе хранил я пряпал. И не сказать, что ценное. Но все же доверенное мне консервной банки. А раз доверили, так сохрани, как было. Мне снилось, что я стал последней пулей. Лечу себе, не ведая дороги. Как будто я, если я и нет кого-то, кто выпустил меня последней пулей. Так и лечу, не ведая мишени. Останет цель ясна. Полет прервется. И может что-то больше случиться. Откуда знать последней пулей глупой. Мне снилось, что я был кинотеатром. Мне снилось, что я был консервной банкой. И снилось, что я был последней пулей. Попросу, друзья, как уделить аплодисменты. И то, что смягчаете, но обеляете. И выгодящий моего поддонистого. Выше, вышел толпы. Прямо, ты штаб, ты горел, я этого хотим. Так, пока Владимир расписывает вопросы. Может быть, из зала кто-то прямо в глаза скажет этому человеку. Все равно должно быть рассказать. Ну, опыт я одна, да. Попробуем. Просто опробуем. Давайте. В единой России состоите. Нет, я состою в России, но не единая. И счастлив этим. Все, мне достаточно. Прощай. Сейчас тебя крикнут, РОН ДПР. Может, я вам сейчас. В плане обращения, Михаил зачитывал много интересов. Они через голову снимаются. Михаил попросил, кажется, такие шляпки, такие штучки, дрюшки, фишки, это Марковский. Я не хочу, как я, как я, ведущийся в глаза, я говорю, Бог, будешь там общаться, я еще не такой толкалости научу. Так что, давайте, вот это последнее слово. Так, про чем документы? Про чем? Отвечаем. Честно? Так, я беру наугад. С кого был снят костюм Мобилы? Ну, не совсем. Костюм Мобилы был снят с Кодарковского, на самом деле. У него очень трудная сейчас ситуация, и поэтому вот костюм он прислал из Москвы, на самом деле. Жив, бывший хозяин. Насколько я знаю, жив. Хотя я уверен, что не свой Никит. Но я бы не напал, что вы делали, сколько раз я его им упоминал. Не случайно. Это с Бомбовской помыслов странно. Что такое реализм и реализм, и за что его хоронят? Ну, это такое то, что он реализм, на самом деле. Ну, это его угнили. Да, он нахоронит реализм. Реальность бесконечна. Верите ли вы в конец света и не боитесь, что ваши опусы его приблизят? Ну, я не настолько, конечно, самоуверен. У меня здесь есть, конечно, а у него хранитель и демон хранитель. Но я не думаю, что после моих произведений надо, чтобы вас просто изучали в школе. Ну, во-первых, университетия уже изучается. Ну, а еще, по своей идее, ну, во-первых, мои книжки для взрослых, на самом деле, и здесь всегда ставят значок, что только для совершеннолетия, когда они повзрослеют, я думаю, они поймут меня и оценят то, что я, наверное, сделал. Пусть немножко, но и сделал в плане развития, ну, хотя бы алтайской литературы. Так, а что, присягнуты выглядят? Евреи и вы. Да, по-моему, а по-моему, я не против облизать, но это евреи, понимаете, честно слово. Засвети! Высказал. Все это фетишизм и перверсирование, я не знаю каких слов, вы попроще их не взяла, скажите, пожалуйста, я человек из народа. И первый, мне вот сейчас призму поставят, просто взял вас, между прочим. Все это фетишизм и перверсирование идентификации ВВ Порниева. Господин Судьян. Привет. Внизу к сайт попробую. Вот здесь охотница. Она очень охотница. Очень. Кто наставил врага Чучи? Вы знаете, у нас что Чучи, у нас что Чучи, у нас что Чучи, у нас в городе своя жена, и вот, это ему надо сейчас будет разбираться, спориться, кто именно его наставил врага. Не надо больше, либо меньше. Это философы. Это философские проблемы. Дальше по-английски, извините, охотница, приятно, как было получить ваше письмо, но лучше бы я стихаю, мне Богу. Можно? Так, все, надо мне безусловно, давай, то есть мы вернем. То есть, партнер, да. Так, присяжные созрели договоры? Да? Да. Так, тогда, то, что она присяжит, у нас Чучи сейчас опросит. Давайте мы сначала, наверное, каждого присяжного хотя бы пару слов потребуем. Как он лично относится к автору, и какие проблемы гипертификации, наверное, Богу. Как? А, мы? Как? Ну, вообще, моя задача защищать Владимира, поэтому я постараюсь не справиться. Да, знаете, я считаю, что любому автору нужно дать и оставить право на преувеличение гипер-богу, мечты о лучшем связи, конечно, женщину, которое как разнообразно описывается в произведениях. На глазах. Ха-ха-ха. И, я имею неудачу отношение к тому, что Владимира теперь изучают в университете. Да, в соответствии с студентами, которые уже изучали его, пережили этот шокирующий опыт. Да, он вдруг помогил, и теперь тоже травмированный по полу. Посмотрите, какие-то не счастливые лица, за то есть остальных людей. Я как студентам, я причем по советствам, я не снимал с кликс-45, поэтому не может видеться в герой подключения. Да, отдельное определение суда в адрес университета вешал. Так, но я считаю, если это академическая наука признала Владимира, то это что-нибудь дозначит. То есть письмо мне бы сегодня не поставили? Нет, ну я считаю, что это не надо, нужно войти с какими-то полумерами. Ну, один голос это за Токмакова. Хорошо, кто из вас скажет? Ну, я как одна из владеев субъекта, я его выиграла в лотерею или как там еще. Вот, хочу сказать, что приговор не тот, который нужно было бы вынести. Нужно было бы вынести приговор, сорвать маску с Токмакова. Вот, я забрала ему пистолет и сделала себе клизму. И, кстати, сделала рекламу нового романа. Там еще все гуще и красочнее Мамалева, в том числе и бомосексуализм пойдет уже. А, так что я все за всем. Я протестую, если я знал, а за Пустьяна. 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 Да, Пустьяна. 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 А вот, важно все-таки заглянуть под маску и увидеть человека, который там скрывается. Так вот, я скажу свое мнение, что разнообразные маски Владимира Кмакова могут, конечно, вызывать разные мнения, но можно их прочитывать, можно нет. А вот тот, который он под маской, которому он иногда показывается в кругу друзей, знакомых, это очень хороший человек, который, думаю, не надо не присуждать к 90-х годам решения свободы или к чему-то там еще. Отпустим, можно свободу поэты хотя бы дать. Так, ну еще так, ну, как написатель ответственен за то, что он написал, поэтому Техмаков в его нахереновен. Он виновен в его нахереновен, потому что он написал. Вот. Техмаков сроком здесь сам. Так вот, в двух, возможно, приговор, пока, где его, а ну, как, где его, не приговор, не приговор, а козетский в него. Нет, тогда, нет. Есть болезнь, что это приговор, потому что каждый в них присутствующий, включает мужчин, и ученщина есть нас мужчин, поцелуна, по голове, где-то осталось. И ты, ну, не приговор, а козетский приговор. В том, что они были, это не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Валерий Курас 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА